и в общем то уже готовы скоро будут устанавливать ее саму что я сказал я не знаю вот рассказываю это не узнаю вас в гриме то есть сейчас я так понял что происходит тестирование по сути дела всего значит напряжение которое нужно или что скажите про шума и тестирование напряжения именно и происходит вот я напрягся напряжение подано сейчас будем тестировать поехали поехали сегодня 23 апреля пятый день нашей экспедиции как вы видите ветер усилился и поменял направление теперь он дует у нас с юга сегодня задача закончить с настилом начать устанавливать палатку и параллельно ребята готовят площадку для электроизгороди которая будет защищать палатку от нежданных гостей ребята разровняли холм сзади меня для того чтобы не было возможности перепрыгнуть у хищника электроизгородь а Осталось только чуть-чуть его подрепетировать. Осталось только чуть-чуть его подрепетировать. Та самая знаменитая изгородь, да? Да. Специально собираем в доме, потому что погода на улице не падает, и чтобы не усложнять себе задачу. А какой принцип работает? Я имею в виду изгороди принцип работы? Принцип работы то, что он будет вокруг нашей палатки стоять, и если придет медведь, то его ударит током, и он поймет, что сюда не надо идти лучше. Называется по-правильному, это электропаску. Он на силу тока выдает 15 джоу. Принцип такой, это у нас угловые столбы, здесь есть изолятор, чтобы наши троса под электричеством не касались столбов. Натягивать будем по 6 тросов на всю высоту. Высота забора будет составлять 2 метра. Вот так вот. Проверка. Проверяй. Триста? Ну, 20 пойдет. Да. Всё верно. сейчас без 15 7 вечера наконец-таки ветер стих сейчас явно теплее идеальная погода для того чтобы поработать ребят сегодня целый день после обеда готовились к тому чтобы ставить периметр нашего электрозабора вот посмотрите вот на этот здоровенный бур вот с помощью него мы будем засверливаться в грунт вот это угловые трубы нашего периметра которые на которые будут вешаться как раз тросы вот но такие вот изолирующие штуки пластиковые соответственно трубы будут по углам между ними будет вот такие вот промежуточные арматурины вот скрепленная специальным образом и в них в каждой вот здесь вот в этих вот крючочках будет как раз трос по которому будет на котором будет подано напряжением потихоньку осталось натянуть и уже , чтобы работала вот их вы можно посчитать будет 6 соответственно тросов таких каждая труба и каждая такая арматурина будет засверлена в грунт на метр и еще на два метра возвышаться над землей для того чтобы медведь или другой хищник не могли перепрыгнуть и попасть внутрь периметра кирилл расскажи на какой стадии происходит электрификация нашего периметра ну периметра пока нету поэтому электрификации не происходит вот собрали щит нашего умного арктического городка умной палатки вот сейчас мы все это подключаем к вайфаю нам надо было собрать до того как мы начнем бурить для того чтобы мы могли замерить расход энергии расход мощность какая хватает ли генератора и так далее сейчас собрали сейчас все подключаем чтобы начался мониторинг и после этого начинаем бурить мы видим с вами заключительную фазу установки периметра прямо сейчас уже заканчивают вставлять промежуточные промежуточную арматуру натягиваю трос и скоро уже по нему пустят электричество для того чтобы периметр был защищен это получается это воронка воронка импровизированная до для масла высоко технологичное изобретение с помощью которого из большой емкости в маленькую переливают топлива используем разные типы лопат потому что снег здесь имеет довольно таки специфическую консистенцию близкую к пенополистиролу вот и стри перед тем как его можно грести нормальными лопатами с большим объемом нужно его отколоть лопатами крепкими штыковыми саперными разговаривал он тоже кышу там фурга вообще ничего не видно делили шли все-таки не шли-шли-шли нормально не проговали нормально шли но идти можно было даже прям почти не подумал хорошо все а на правом идем прошли где-то еще в такой погоде еще порядка наверное четырнадцать километров тоже где-то прям в районе нормально вот и рассказываете где сантиметруете полоза счет ли по координатам значит силы широты я дешевле . 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 По льду там тоже все, ну, только снимок не очень, там, видимо, облачное было как раз, вот то, что ты говоришь, пурговало. Но там, похоже, тоже без изменений, но вот по мыскам, там, Брончищево, мысы, которые на север смотрят, там такой узенький припайчик, конечно. Там по факту надо смотреть. Да? Ну да, я помню. Ну, мы идем прямо дальше, на самом Брончищево, там по факту мы не смотрели уже, как там по льдам. Ну да, да, да. А так вы идете, нормальный припай? Да, да, припай хороший, да, мы идем на долине 2 метра 5, наверное, в береге где-то бывает у нас. Ага, я тебе скажу точнее. Ну да, да, 4 метра, да. И 9-4 километра, наверное, от берега у нас, и не трепая хороший. Ну хорошо. Исторчивый пока еще здесь. Ребят, смысл привет вам передают, переживают за вас. Хорошо, да, да, спасибо. Они сегодня там поставили, тоже пурговались, но они сегодня, говорят, ну, прям часика-два утром поработали на утре, потом поняли, что ничего не видно, зашли и к вечеру продумали, как распогодилось. Они все это почти закончили электроизводить, сказать. А, ну раз, нехорошо, к нашему переходу все приготовили. Да, 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 там ударный день, там кто-нибудь и палатку ставит, и сопление делают. Вот. Хорошо. Все, давай, да, да. Все хорошо. На счастье. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok